Мы приветствуем Манану и интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит. Визуально видно что-нибудь? Да, видно, у нее фото черное. Она не сверху, а сзади, где затылок там прикреплена и ниже. Идет как накидка. Хорошо, подсвечу сейчас все чипы, датчики, импланты, конвекторы, если таковые, связанные с этой накидкой. Один, два, три, они пульсируют. Есть таковые? Ну, она красным подсветилась и, да, установлены они в области затылка. Силой моего намерения вытягивая из нее все эти подключки, фото выходит, все формируется в шар. Как выйдет, отправляю шар в клетку-тюрьму. Готово. Даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой Мананы, под ногами 360 градусов вокруг нее, сканер сканирует систем тонких тел Мананы, находит все. Выстраивает этой фаты канал к ответственным и притягиваю в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме. Но здесь инкуб. Инкуб. И все. Твоя фата инкуб. Снимаются маски и голограммы. Инкуб предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Это инкуб. Фата моя, и она моя. На счет ты взял, что она твоя инкуб? Какое-то кино не то попало или как? Здесь твое только одно. Это клетка, в которой ты стоишь, и галактическое ядро, в которое ты можешь уйти через пару минут. Я с ней договорился защищать ее. Что значит ты с ней договорился? У тебя есть контракт с ней на пребывание в этом делу? Я ей приснился. И это ты считаешь договором? Я выполняю свое обещание защищать ее. Она тебе давала согласие, она тебя просила о чем-то. Кем ты перед ней предстал? Инкубом, как ты стоишь сейчас в клетке? А чем я не хорош? Даже крылья я имею. В моих руках появляется шар энергии любви отца. Один, два, три. Если ты еще раз мне так ответишь, я в тебя всуну этот шар. У тебя есть контракт или нет? Всуну. Противный. Нету контракта. Защищаю я ее от таких, как ты. От таких, как я. Хорошо. Тебе самому надо защита от таких, как я, инкуб. Сколько ты находился в этом биополе, инкуб? Защитник. Я давно подкрался. Почти 60 дней. 60 дней. Две недели, два месяца. Даю команду тонкой копии. Больше каналов нет, Вера. Только один канал с инкубом, да? Да. Хорошо. Даю команду тонкой копии Мананы спроецировать энергетические и сферические каналы к инкубу, его фате вместе с этими подключками. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены, низкая аббрационная энергия, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Манане. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от него, возвращается назад. Усилие потоки в 50 раз. Начнем где-то в январе. В конце января подключился. Февраль-март как раз два месяца. Реверс окончился. Устанали фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Манан забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Манана себя обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Что означает эта черная фата в ее биополе? Я же сказала, моя невеста защищаю от других. От других интерферентов, от других инкубов? Женихов. Женихов, понятно. То есть ты отгоняешь весь мужской пол от нее, да? Защищаю. Ты защищаешь ее от всего мужского пола. Как они ее видят? Темнотой закрыта она, как эта фата. Вот так воспринимает Манана вас темнотой закрыта с этой фатой, которую установил инкуб. Реверс закончился. Хорошо. Что-нибудь еще осталось на твоей чистоте инкуб, что я еще не вытащил? Нет. Даю команду на рассинхронизацию Манана с инкубом и его фатой и подключками. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Он врет, у него есть наручники. Ты обманул меня, инкуб? Это мой подарок, я не имею права забирать его. Я тебя спросил, что-нибудь еще осталось, ты сказала нет. Это уже не мое, это ее. Инкуб, ты знаешь, мне твои игры начинают надоедать. Инкуб получает удар 100 тысяч герц. Удар. Осмелюсь такую шуточку сделать, следующий удар будет полмиллиона герц. И горстку пепла я отправлю на переработку. Тебе это сейчас понятно? Злой, мне больно. Снимаете наручники, выходит, летят в соседнюю клетку. Я потеряла энергию. Готово. Хорошо, рассинхронизация закончилась. Включая внутренний белосвет Монане, этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены низкой аббрационно-остаточной энергии на частоте инкуба и его фаты. Все это выходит, формируется в шар. Значит, я давно таких наглых инкубов не встречал. Удивил меня. Шар готов. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя, даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Значит, она чистая, но у нее много каких-то чувств, которые вот этого инкуба, наверное, и притянули. То есть у нее какое-то одиночество, непонимание, скрытость. Хорошо, Монана. Этими качествами вы притягиваете инкубов. Это абсолютно все негативное, что было сейчас озвучено. Вы должны контролировать свои эмоции, как-то понимать последствия ваших действий. Вот эти ваши действия, то, что сейчас озвучила Вера, это является той причиной, почему они приходят. Просто она не может с кем-то поделиться, ее не поймут окружающие люди, поэтому она чувствуется одинокой и некому рассказать, что у нее внутри. Это, конечно... Это остается внутри, это надо выдавить. Я знаю, и Монана должна об этом знать. Вы в состоянии это чувство выдавливать. Сейчас мы это сделаем. Включая внутренний белый свет в Монане, этим светом она выдавливает из себя. Это чувство одиночества. Один, два, три. Всю эту недосказанность, все это выходит, формируется перед ней в шар. Это выходит грустью. Всего от этого у нее грусть внутри. Вот и грусть, и грусть. Даем дополнительную частоту, и она выходит. Это вышло серым шаром. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Подхожу к Монане, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы на счет 3. Один, два, три. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Под фото и под ключиками открывая воронку в галактическое ядро и наручниками, и они уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо, Инкуб, я тебя сейчас отпускаю первый и последний раз. Если я тебя второй раз увижу в этой клетке, ты уже никуда не уйдешь. Тебе это понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Инкуба. Уходит на свою частоту. Закрывай, печатывай, растворяй. Есть. Давай заправим Монану энергией. Посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибрации. 360, 24. Каким-то чакрам дать больше энергии? Дать верхним трем, 370. На счет 3 макушку головы Монана начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 360% каждое. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Коронная чакра и третий глаз даем 370% энергии. Чистота вибрации поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Вишутха тоже 370. И голосовую чакру поднимаем до 370%. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Монана, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Сейчас у меня радость в сердце. Вот. Оставайтесь чистыми, держите эту радость. Сделайте выводы из этого сеанса. Все самое главное было сказано. Вы открываете дверь изнутри. Поэтому происходят такие вещи. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Монаны в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok